В эфире Абхазского телевидения, информационный выпуск Амши Кшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Первая победоносная наступательная операция в истории Отечественной войны народа Абхазии. Исполнилось 23 года со дня освобождения Гагры от грузинских войск. Завершается проект еженедельной телепрограммы «Задай вопрос министру». 14 министров и два вице-премьера приняли участие в передаче в прямом эфире. Сегодня исполнилось 23 года со дня освобождения Гагрского района от грузинских захватчиков. Осенью 1992 года, когда стало ясно, что грузинская сторона не собирается выполнять условия московского соглашения от 3 сентября о прекращении огня, абхазская сторона предприняла решительные меры для возвращения под свой контроль с северо-западной части республики. Абхазские формирования осуществляли операцию по освобождению Гагры под кодовым названием «Буря». Освободительная операция началась 1 октября. Она продолжалась 5 дней и завершилась победой. Это была одна из первых и удачных операций вооруженных формирований Абхазии против грузинских захватчиков. С раннего утра люди шли к мемориалу погибшим за независимость Абхазии, который установлен в центре Гагры. Ветераны грузино-абхазской войны, в том числе непосредственные освободители Гагры, матери погибших воинов, руководители Гагрского района, горожане и учащийся школ возложили цветы и венки к памятнику защитникам Отечества. Гагрская наступательная операция прорвала блокаду страны. Ценность ее еще и в том, что фактически это была первая общевойсковая операция с использованием всех имевшихся у абхазских военных средств, пусть даже и небольших. Спустя 5 дней после освобождения Гагры было создано Министерство обороны Республики Абхазия. Впереди были победы, неудачи и самое главное событие, произошедшее 30 сентября 1993 года, когда враг полностью был изгнан с абхазской земли, но освобождение Гагры стало началом всех начал. На долю женщин-медиков выпало не меньше испытаний, чем военным на передовой. Столько храбрости, мужества и бесстрашия они проявляли. В годы военных действий и после, в результате полученных ранений, ушли из жизни 23 медсестры. Представители Ассоциации женщин-инвалидов войны делают все, чтобы подвиг сложивших жизни за родину дочерей всегда чтили и помнили. Медики в годы Отечественной войны народа Абхазии справедливо можно назвать подвигом. Их усилиями были спасены сотни тяжелораненых защитников родины, возвращены в строй пострадавшие в боях. Большинство медиков это женщины, матери, сестры, дочери. На их плечи легла основная тяжесть военных будней, поскольку подавляющее большинство мужского населения находилось на передовой. Ирина Сеченава, Баснык, первая потеря медико-санитарного батальона. Ветераны вспоминают трудные боевые будни. Говорят, что многие были сильны духом настолько, что не уступали ни одному мужчине. Ляля Парази была одна из тех, кто с батальоном шел в разведку. Мы с Лялей в одном батальоне в Пицунском были. Мы с ней познакомились в Гагру во время освобождения Гагры. Вместе мы с ней были. Я ее по жизни не знала, но я про нее много слышала. Когда я ее там увидела, все, что они ей говорили, какая она, так оно и получилось. Душевная, добродушная, героическая женщина. Она с ребятами с нашего батальона ходила на разведку. Это единственная, которая она в нашем батальоне. Я бы ни за что не пошла на разведку. Ляля Парази получила тяжелое ранение в ходе войны. Все послевоенные годы она лечилась, однако не смогла победить болезнь. Герой Абхазии Ляля Парази ушла с жизни в 2011 году. Нужно отметить, что в числе ветеранов медсанбата были девушки разных национальностей. К примеру, Лариса Верлайнен и Наталья Анцопова. Лариса Верлайнен переехала в Абхазию из города Выборг, Ленинградской области. А через год после ее переезда началась война. С первых месяцев войны она вошла в число медсестер медсанбата и прошла всю войну с бойцами 5-го Пицунского батальона. Смелая, отчаянная медсестра. Да и не просто медсестра, а, наверное, прежде всего, воин. Я благодарен ветеранам, ее подругам. Я благодарен Минобороны. У нас осталось еще несколько человек, которым мы должны уделить подобное внимание. Я имею в виду не какие-то сверхпантеоны, а добротная солдатская могилка, чтобы было куда приходить. Поскольку у Ларисы Верлайна не было в Абхазии родственников, после ее ухода из жизни в 2009 году члены Ассоциации женщин-ветеранов-инвалидов Отечественной войны народа Абхазии посчитали своим долгом воздать почести погибшим однополчанам за свободу республики. Таким образом, всеобщими усилиями удалось установить памятники шестерым погибшим в ходе военных действий и после войны. О других новостях. В Женеве открылся 33-й раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В течение двух дней во Дворце наций традиционно пройдет работа в двух группах по безопасности и по гуманитарным вопросам. Абхазскую делегацию возглавляет министр иностранных дел республики Вячеслав Черикба. Начался синий призыв в ряды вооруженных сил Республики Абхазия. Министр обороны Мираб Кишмария подписал приказ о призыве в октябре-декабре 2015 года граждан республики от 18 до 27 лет не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с законом о воинской обязанности и военной службе. В соответствии с приказом будут уволены в запас военнослужащие, проходящие службу по призыву, срок военной службы которых истек. 8 октября состоится очередное заседание Кабинета министров республики. На нем планируется утверждение состава коллегии, ряда министерств и госкомитетов, а также Совета государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. В ходе заседания также будет рассмотрен вопрос о назначении уполномоченных органов Абхазии по реализации положений договора между Республикой Абхазии и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Планируется также внесение изменений в постановление Кабинета министров о пособии одиноким матерям и об установлении ежемесячного пособия инвалидам первой группы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Еженедельная телепрограмма «Задай вопрос министру» завершается. Сегодня состоится прямой завершающий эфир с премьер-министром Абхазии Артуром Микваби. О том, как проходил этот проект в репортаже Елены Лолова. Каждую пятницу после программы новостей зрители могли наблюдать в прямом эфире абхазского гостелевидения, как министры Абхазии отвечают на актуальные вопросы, делать выводы об их профессиональной компетентности. Проект стартовал в начале июня этого года. Сегодня он завершается эфиром с премьер-министром Абхазии Артуром Микваби. Всего в гостях у ведущей Белой Кварчия побывали 14 министров и два вице-премьера. Я не люблю болтунов и ораторов, которые красиво говорят, так красиво, что все поднимается, все равно за один день можно все сделать. Да ничего не это. Надо трудиться, надо работать, служить своим. Каждый житель Абхазии мог задать свой вопрос по электронной почте или прийти в четверг к колоннадию у набережной Махаджира в Сухуми и записать видео вопрос. В этот день там дежурила съемочная группа ГТРК. Много вопросов поступило по электронке. Подавляющее их большинство касалось социальной тематики, в частности уровня и выплат, заработной оплаты и пенсии. Также жителей интересовало, как власть собирается наводить правопорядок и поднимать сельское хозяйство. Рекордным как по продолжительности, так и по числу вопросов был эфир с министром образования Адгуром Кокоба. Я в свою очередь просто постаралась сделать так, чтобы как бы наши министры стали более понятны, более ближе нашим людям, чтобы было понятно и доступно рассказано о том, что делается в нашей стране, какие реформы, какие дела пытаются продвинуть наши власти. Для меня был самый интересный эфир с миробом Кишмаре. Народ должен знать министров в лицо, понимать, как решаются проблемы в стране, а чиновники должны быть максимально открыты к диалогу с обществом. В этом была главная цель проекта «Задай вопрос министру». Многие представители нашей профессии, журналисты, в своей практике сталкивались с тем, что те или иные чиновники во власти просиживали на своих министерских постах 5, 8, а то и 10 лет, ни разу не создав ни одного информационного повода для журналистов и вообще ни разу не прокомментировав то или иное событие в той области, которую они курируют или возглавляют. В контексте этого этот проект «Задай вопрос министру» дань открытости – это шаг вперед, общество в праве знать, государственный чиновник, тот или иной министр, какие принимают решения, что он из себя представляет и как эти решения отражаются в их повседневной жизни. В ближайшем будущем руководство телеканала планирует запустить еще один проект. Его идея на стадии обсуждения. Елена Лолу, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. 7 октября в Сухуме состоится встреча абхазских предпринимателей с представителями предприятий Ставропольского края. Целью мероприятия является презентация возможностей предприятий Ставропольского края и Абхазии, а также расширение и установление взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах экономики между субъектами бизнеса двух стран. Предприниматели Ставропольского края выражают заинтересованность в налаживании контактов с представителями крупных, средних и малых предприятий в сфере торговли, промышленности, строительства, сельского хозяйства, перерабатывающей индустрии. Ряд преступлений, совершенных в последнее время, вновь сконцентрировало внимание общественности на эффективности деятельности правоохранительных органов. Проблема не самой высокой раскрываемости преступлений существовала всегда. О том, какие меры предпринимают сотрудники правоохранительных органов республики, в специальном репортаже нашей программы. Три последних месяца, в том числе шесть дней текущего октября, доброохранительные системы Абхазии стали настоящими скитальными. За это время было совершено ряд преступлений, которые продолжают выражать общество. 18 августа из-за гнестрельного оружия неустановленного образца был убит владелец магазина «Шахтинская плитка» Виталий Асланция. По предварительным данным, предприниматель был застрелен в тот момент, когда, закрыв магазин, направился к своей автомашине, стоявшей на противоположной стороне улицы Эшпа. Преступники применили автомат Калашникова калибра 7,62. 25 августа ограбили Сбербанк в Гагре на сумму более чем 15 миллионов рублей. Спустя месяц уже в Сухуме грабители похитили у инкассатора крупнейшего в Абхазии мебельного магазина «Дорож» 4,5 миллиона рублей. 1 октября примерно в 3 часа ночи из изолятора временного содержания МВД совершили побег, находящийся под стражей и осужденный по тяжким статьям Уголовного кодекса Абхазии Бачу Харзали Бедзина Хаси. Вечером 2 октября в селе Тамыша Чемчирского района на территории кладбища был обнаружен труп начальника таможенного управления города Гал Беслан Маланце. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии был убит неизвестным выстрелом в область груди. 5 октября в помещении администрации центрального рынка города Гагра произошел взрыв. В результате возгорания полностью сгорел кабинет администрации рынка. Один человек получил осколочное ранение. Днем ранее взрыв прогремел во дворе жилого дома по улице Чачпа в Сухуме. Укоров в адрес наших правоохранительных органов и раньше было немало. Все послевоенные годы различные СМИ, общественные и иные организации широко обсуждали нераскрытые грабежи и разбойные нападения, побеги и кражи, убийства видных политических деятелей. Не только рассуждали, но и требовали призвать к ответу виновных. Чаще всего эти резонансные дела оставались нераскрытыми висяками. Когда вот столько лет мы убивали правоохранительную систему, она шла по инерции. Вот эта вся ситуация держалась по инерции. Но вот столько лет убивали, его за день-два не восстановишь. Оперативную составляющую, чтобы вернуть на определенный серьезный уровень, это нужно, я не побоюсь этого слова, года. Я тут с волшебной палкой никто не пришел. Но просто так произошло, что вот это вот с падением вот это правоохранительное составляющее ну пришло на наше время. Поднять ситуацию, ну, наверное, немного трудоемко. Я не говорю, что это нам не посел. Ни в коем случае мы за это кто-то и сидим. Вот, на все нужно время. А криминал, он очень чувствительный, он быстро чувствует слабость. Если в прошлом здесь был криминал очень такой своеобразный, там, поствоенный, вот, синдром был у людей, там, они все воевавшие были, но в них, где-то в корне была вот эта любовь к родине, с ними можно было как-то разговаривать. А сегодня это уже в прямом смысле криминал. Вот этот черный криминал с понятиями, со своим порядком. Это совсем другая ситуация. И эти люди, они очень достаточно мобильные, быстро реагируют на все слабости власти и стараются, конечно, все в свою пользу развернуть. Во всех вышеназванных случаях проводятся следственные действия. На месте происшествия работают следователи прокуратуры и оперативные группы МВД. По факту убийства Беслана Маланзе создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа квалифицированных работников прокуратуры МВД СГБ Абхазии, которой руководит заместитель генерального прокурора Умяни Локуа. Беседу с представителем правоохранительного ведомства мы начали с выяснения подробностей произошедших преступлений. Однако выяснилось, что деталей рассказано не будет. И не потому, что не хочется. Оперативные данные сейчас озвучивать никак нельзя. В настоящее время идет большой объем оперативной работы. Но разве будет правильно, если я раньше времени скажу, в каком направлении мы двигаемся, кто в поле зрения попал. Вы же понимаете, что криминалы тоже строят защиту. Я же не могу раньше времени как получится предупредить их. Давайте не будем оценить процесс, нам нужен результат. вот этот сейчас от того, что я скажу, я ничего, понятно, может быть, вы говорите об открытости. Может быть, я буду открыт, но я делаю на фризе. Правильно? Тогда давайте мы выберем, что нам нужно. Нам нужно, чтобы преступник сидел. Я же не могу так открыто рассказывать, где и в каком направлении что мы делаем. Это просто неправильно. На этом это обхазе. Все друг друга знают, все переплетено. Люди, занимающиеся по направлениям, по каждому резонансному делу у нас созданы группы рабочие, как в рамках уголовного искокриминального блока МВД, также созданы следственно-оперативные группы в рамках уголовного уже дела. Что касается убийств, их МВД будет раскрывать в первую очередь. И это было бы легко сделать, если люди, ставшие свидетелями, все открыто рассказали. Но нет, уверяет Вальтер Бутбе. С них порой невозможно вытянуть и слово. Опять же, не могу касаться непосредственно деталей. Не могу касаться непосредственно деталей на сегодняшний день. Но я вас уверяю, мы практически работаем сегодня в силу сложившейся ситуации в амральном режиме, круглосуточном практически. У нас за это короткое время большой объем работы вытянет. Версии отрабатываются одинаково все, но ярко выражены. Я бы, наверное, скорее ответил с его профессиональной деятельностью. Потому что мы знаем, что он пытался тот сложившийся порядок в Гальском районе изменить в сторону законности. Побег заключенного это всегда ЧП. Для МВД, в котором содержатся арестанты, ЧП двойное. Подробностей того, откуда и как бежали заключенные нет. В одном есть уверенность. Слухи о том, что преступники вышли из МВД через центральный вход, ложь. Само здание следственной заряды до того старое. И оно вообще не предназначено для содержания на длительный период лиц. Оно предназначено для того, чтобы лицо на 2-3 дня и ушел по этапу. Это же все по советским требованиям. А сегодня мы их содержим по 18 лет кому дали за столько лет. Конечно, он и находит какие-то слабости в помещении здания. При том, что я сказал, что виноваты мы все, самая дежурная смена отстранена от занимаемой должности. В отношении них проводится служебная проверка силами собственной безопасности Министерства внутренних дел. Также по факту побега возбуждено уголовное дело, которое также будет расследоваться, выявлять лиц, по чьей вине или причастных к данному побегу. Все вышеназванные преступления обросли множеством слухов. Люди пересказывают версии событий убийств, ограблений с такими подробностями будто стояли всего в нескольких метрах рядом. Возможно, это случилось из-за того, что информации по происшествиям было очень мало. Да и та состояла из коротких сообщений, без подробностей. Этот вакуум МВД в самое ближайшее время планирует запомнить. У нас пресс-служба сегодня реорганизовывается. Мы уже привели новых людей и они настолько проинформированы у них достаточно на хорошем уровне взаимодействия с телевидением. Они это все как бы наращивают перспективно. Мы, конечно, все более достаточно активно, открытые будем для населения. Преступление это всегда плохо. Вне зависимости от места происшествия и национальности человека, с которым произошла беда. Однако это, видимо, понимают не все. Ведь все еще не редки случаи, когда тому или иному преступлению придают политический окрас, спекулируя властью или ее отсутствием. Голоса избирателей, политические дивиденды это хорошо. Но не нужно забывать, что на чужом несчастье собственного счастья не построить. Тем более, когда на кону будущее нашего государства. Нисфаршпа, Астамур Гожба, Тимур Гогохья, Абхазская телевидение. Завтра в программе Акутыха в прямом эфире в нашей студии представители правоохранительных органов будут отвечать на вопросы, касающиеся борьбы с преступностью и профилактики преступлений. Объекты мелкорозничной торговли на Сухумской набережной и проспекте Леона будут демонтированы. Такое решение принято в администрации столицы в связи с окончанием курортного сезона. Администрация города обязала владельцев объектов временной мелкорозничной торговли на набережной Махаджиров и проспекте Леона срок до 10 октября демонтировать палатки. Также предпринимателям предписано освобождаемой территории привести в надлежащее санитарное состояние. При этом в случае неисполнения требований администрация города оставляет за собой право в принудительном порядке разобрать торговые объекты, а нарушителям предписания в следующий курортный сезон будет отказано в выдаче разрешения на торговую деятельность на набережной и проспекте Леона. Завершившийся курортный сезон стал рекордным для российско-абхазской границы. За летние месяцы ее пересекли более 5,5 миллионов человек. Это почти на миллион больше, чем два года назад, когда пограничники фиксировали самые интенсивные пассажирские и транспортные потоки, сообщает Пресс-служба погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю. Количество транспортных потоков также стало рекордным. За пять месяцев курортного сезона границу пересекли свыше 800 тысяч автомобилей, что на 45% больше, чем в 2013 году, который также стал рекордом. По мнению пограничников, этому способствовало открытие дополнительных полос для движения легкового автотранспорта, значительно увеличивших пропускную способность поста. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар 65,10 рубля, евро 72,95 рубля. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в среду в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, вечером, временами дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 16,18, днем плюс 22,24 градуса. Температура морской воды плюс 25 градусов. По сухому ожидается переменная облачность, ночью и днем без осадков, вечером дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 17, днем плюс 23 градуса. Информационный выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго и прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова